Долго уговаривать, предупреждать и подать в суд. Помимо стандартных способов воздействия на должников, у Треста водоканал есть и специфические. Тем, кто не торопится оплачивать счета, перекрывают холодную воду и канализацию. Только с начала года доступ к услугам компании был ограничен для 130 злостных неплательщиков. В очередной рейд вместе с аварийной бригадой водоканала отправилась Татьяна Артеменко. В 7.30 утра жильцов дома номер 55 по улице Уютной застать не удалось. Но задолженности в 7 тысяч рублей владельцы информировали уже не раз. Поэтому, оставив в двери акт о прекращении подачи холодной воды, аварийная бригада приступает к работе. Отключение от сети водоснабжения производят в водопроводном колодце. История оплаты за услуги водоканала у этого абонента нерегулярная. Один раз в год производят оплату, не в полном объеме. Будем производить отключение от системы водоснабжения. Перекрываем вентиль, устанавливаем пломбу, которая подтверждает отключенность состояния абонента. Если абонент самовольно производит присоединение, следующий этап у нас – это отсоединение прямо от сети вплоть до обрезки труб. Теперь собственникам будет проблематично принять душ, постирать и вымыть посуду. Следом за ними благ цивилизации лишается и владелец дома номер 27 по улице Алтайской. Мы производим отключение от ресурса центральной канализации. Подключения к централизованным сетям колодного снабжения у абонента нет. Имеется только сброс сока в центральную канализацию. За канализацию оплату не производят. Поставили заглушку в трубу диаметром 100. Получается, у него будет засор в санузле. Вода идти не будет. Здесь задолженность уже превысила 8 тысяч рублей. А после установки заглушки сумма долга увеличится еще больше. Абонент должен компенсировать затраты водоканала на введение отключения. Данная компенсация составляет до 3 тысяч рублей. Поэтому большая просьба к абонентам – не доводите до отключения, потому что долг еще и увеличивается на эту сумму. Общая сумма долга населения перед водоканалом составляет 300 миллионов рублей. По данным специалистов Треста, не оплачивают услуги вовремя порядка 8% магнитогорцев. Об имеющемся долге ресурсоснабжающая организация официально уведомляет дважды. И только после этого ограничивает водоотведение. Если же абонент и в этом случае не желает погашать задолженность, подается исковое заявление в суд. Судебная работа проводится ежемесячно. Порядка 800 заявлений отправляются в суд для вынесения судебного приказа. Это ежемесячно на сумму в районе 3 миллионов рублей. При получении судебного приказа данный судебный приказ передается в службу судебных приставов для взыскания. В кратчайшие сроки в течение 2-3 месяцев порядка 50% абонентов оплачивают либо добровольно, либо взыскиваются со счетов с банков. Однако до судебного разбирательства большинство магнитогорцев предпочитают не доводить. Порядка 70% собственников оплачивают долги в первые 2-3 дня после отключения воды. При этом своевременные платежи начинают поступать и от соседей-должника. Поэтому данный вид борьбы с неплательщиками остается одним из самых эффективных. Направляемые уведомления порядка 300 в месяц. Конечно, до отключения доходят и какие-то единицы, но в месяц достигает до 16 отключений по жилым домам. Практика работы с неплательщиками показывает, только 10% должников действительно не способны оплатить услуги. С каждым таким случаем в водоканале разбираются отдельно. И если выясняется, что потребитель оказался в тяжелой жизненной ситуации, компания может пересмотреть сроки погашения долга. Татьяна Артенко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова